Чтобы ты ее подтвердил, Илья Павроверк, чтобы прожить эмоцию, достаточно, я помню, 19 или 18 секунд. Люди годами отталкивают от себя, ну, вот это состояние, да, бояться, но чтобы просто, ну, побыть в этом, прожить это достаточно, какое-то очень маленькое количество времени. Я хочу, чтобы ты вот что-то пару слов сказал об этом, потому что я это людям говорю. Да, вот эти 18-19 секунд, о которых ты говоришь, это длительность пикового переживания эмоций, да, там буквально вот 10-20 секунд, не больше, когда эмоции находятся на пике. Но сам подъем до пика эмоций и спад до более-менее приемлемого уровня, если мы говорим про тревожные вещи, когда человек переживает сильный страх, максимум сколько может быть сильный страх, если человек не убегает, вот это важно подчеркнуть, если он не сбегает от переживания, ну, это 12-15 минут, это максимум предел. То есть вот от развития, когда он небольшой, мы цепляемся за это чувство, неважно, каким способом мы работаем, потому что я думаю, что то, как ты работаешь, вот эти дыхательные практики, они все равно подразумевают этот регрессивный сдвиг в прошлое к тем ситуациям, которые когда-то были, чтобы их возобновить из памяти. Это тоже в какой-то мере гипноз, потому что вот у меня такая, может быть, полярная, крайняя какая-то точка зрения, я считаю, что вся психотерапия – это гипноз, в принципе, вся. Просто не всегда мы формализуем тот транс, через который мы добираемся до источника проблемы и вносим туда какие-то изменения. Не буду спорить, возможно. Я бы хотела изучить, я интересовалась до этой темы, и я думала, а не добавит ли мне гипноз себе как инструмент в мою работу, потому что сейчас появляется очень много разных техник, и они очень успешно используются, и изучить их не так долго и сложно. Ну, а эффект просто вау. Как вот от дыхательной практики точно так же, так и от гипноза. А если их вместе комбинировать, то это же вообще… Да, да, да. Да. Вот. И таким образом, допустим, человек делает классическую экспозицию в когнитивно-поведенческой терапии, он представляет какую-то страшную ситуацию, входит в нее, страх нарастает. Вот важно оставаться там, не убегать, потому что через 7-8-10 минут страх достигнет пика, даже если достигнет. И он там побоет вот это на пике, те самые 20 секунд условно, и потом пойдет на спад. И когда человек переживет вот эту экспозицию правильно, почему люди говорят, ой, я был на вашем КПТ, меня там мучили, ничего не случилось, потому что экспозиция была неправильной, потому что нужно было, может быть, сопровождать человека в этой экспозиции или так объяснить, чтобы человек прямо погрузился в этот страх на самое его дно, чтобы он убедился, что я погружаюсь, погружаюсь, но это не бесконечно, я достигаю дна, и от дна я отталкиваюсь и всплываю, и тогда страх проходит. Вот я задавала...